Здравствуйте. Одни считают это возможностью поконкурировать и стать сильнее, другие называют крахом российской промышленности. Так или иначе, пути назад нет. Россия член ВТО. Как в этой ситуации работать регионом? Сегодня обсуждаем с экспертами 6-го Чебоксарского экономического форума. Я представлю наших собеседников. Итак, это министр экономического развития промышленности и торговли Чуваши Алексей Табаков. Экономист, эксперт, президент компании экспертного консультирования НИАКОН Михаил Хазин. Аналитик Михаил Делягин, генеральный директор Института проблем глобализации и генеральный директор Европейской бизнес-ассамблеи профессор Оксфордского университета Лорд Джон Неттинг. Здравствуйте. Ну что ж, за первые 4 месяца этого года экспорт в России снизился, импорт увеличился. Вот какие цифры у нас есть, да? Экспорт по сельхозсырью упал на 19%, по топливно-энергетическим товарам на 4%. Вместе с тем, импорт, ну например, мясо птицы возрос на 10%, сухого молока на 21%. И по некоторым данным, потери от роста импорта, вот с января по апрель, это около 161 миллиарда рублей. Скажите, пожалуйста, можно ли это списать на влияние ВТО или это какие-то другие факторы? Вы знаете, отношение нашего правительства к ВТО после вступления, мне напоминает книжки про Гарри Поттера. Вот ВТО это то, что нельзя называть. Вот как активно говорили про ВТО до вступления, так, соответственно, как только мы вступили, правительство сделало вид, что этого вообще не существует. Оно категорически отказывается это дело обсуждать по банальной причине, потому что обещало оно одно, а получилось нечто прямо противоположное. Автоматически всем было ясно, что вступление в ВТО увеличит импорт и, возможно, уменьшит экспорт, хотя как бы декларировалось прямо противоположное. Уменьшит экспорт по причине падения рентабельности и конкурентоспособности российской промышленности. Но есть еще одно обстоятельство, на которое все это наложилось. Это именно то обстоятельство, которое и заставило Запад не просто впустить нас в ВТО после 18 лет в проволочек, а втащить туда просто на веревке. Это выпадение мирового совокупного спроса. Идет мировой кризис, падает спрос и западным компаниям нужны новые рынки. Они решили, что мы им подходим. До этого мы им были неинтересны, мы были слишком маленькие. Ситуация будет только усугубляться или это уже какое-то дно и, значит, будет следующий этап обязательно роста? Вы знаете, если топливник ложится на дно, то это не значит, что будет этап роста первого. И даже если он всплывет, то не всегда это кого-то радует. А как же экономические циклы? Эти экономические циклы – это процесс естественного развития. Когда вы делаете глупость, например, суете голову в трансформаторную будку, то экономический цикл с этим никак не связан. Правда, то статистика, которую вы привели, экспорт вряд ли можно списать на ВТО снижение, потому что снижение экспорта сельхозпродукции вызвано в первую очередь засухой все-таки. А снижение экспорта топливно-энергетической продукции в первую очередь вызвано тем, что «Газпром» вычищают из Европы. Но все остальное, смотрите, можно сравнивать с январем-маем прошлого года. Тогда у нас первые пять месяцев промышленный рост 3,4%, сейчас символически 0,2% и в мае спад 1,4%. Мы вступили в ВТО, мы засунули голову в трансформаторную подстанцию? Нет, правительство, вступив в ВТО без должной подготовки, подменив модернизацию разговорами о модернизации, правительство, которое подменило подготовку бизнеса и обучение простой рекламой, засунуло нашу с вами голову в трансформаторную подстанцию. Алексей Петрович, но обстановку в Чувашии в том числе радужной не назовешь. За первые три месяца, по крайней мере, у нас зафиксирован спад в промышленном производстве. И эксперты говорят, что это влияние внешних факторов. ВТО, опять-таки, та же самая трансформаторная подстанция? Спад в экономике Чувашии главным образом связан, наверное, с одним видом продукции, это производство полувагонов. Если, скажем так, исключить из индекса данный тип продукции, производимый в Канаше, то в этом случае, в общем-то, на сегодняшний день у нас порядка 103% рост по всем остальным отраслям экономики. Экспорт у нас по итогам пяти месяцев, да, безусловно, он небольшой вообще в Чувашской республике, но он вырос на 3%, импорт тоже вырос. Поэтому внешнеторговый оборот, в общем-то, Чувашской республики растет. А что о вступлении России в ВТО говорят на Западе? То есть, как вот американские, английские бизнесмены отзываются о российском рынке? Конечно, вы испытываете шок от присоединения к ВТО, но на самом деле, чем дольше бы вы откладывали попытку этого вступления, тем хуже становилась бы ситуация для вас. Невозможно жить вне этого контекста в современном мире. Лично я очень рад тому, что Россия присоединилась к ВТО, потому что русские, россияне, это нация с невероятным возможностями, с невероятным умом, и они могут привнести в мировое сообщество такие вещи, которые позволят поднять уровень жизни, собственно говоря, везде в мире. А пока нет ли ощущения, что Россия в ВТО только как страна для сырья, скажем так, не ждут от нас каких-то высокотехнологичных производств? Я вообще не могу принять подобную точку зрения, потому что давайте просто посмотрим на реальные факты. Возьмите группу представителей искусства, возьмите науку, возьмите людей, представляющих инновационные технологии, или какие-то альтернативные другие группы в обществе, которые живут везде, вы в его голове обязательно увидите русские имена. Это так исторически сложилось, что у вас очень талантливая нация, и просто невозможно даже обсуждать этот вопрос. Конечно, люди ожидают большего. ВТО это не только тарифы, но это и правила ведения торговых споров, и это самое главное. У нас практически нет должного количества юристов, по исключению отдельных специализированных фирм, в основном в Москве и в Санкт-Петербурге. И нет количества маркетологов, которые способны вести споры на уровне ВТО. Это означает, что любая претензия против России будет удовлетворяться почти автоматически. Претензии бывают иногда безумные. Поэтому задача, скажем, Чуваши, это быстро готовить кадры, хотя бы для защиты своих производителей, чтобы вас не съели. Любой губернатор, глава администрации, любой области, любой республики в нашей стране должен использовать любые методы для того, чтобы заставить сети, в том числе и федеральные, подписать договор о том, что продукция, хотя бы сельхозпродукция, должна быть местного производства. Любой ценой. Грубо говоря, через 3-5 лет они должны поставить график, и чтобы, скажем, в Чувашии на полках всяких там метро, ашанов или там еще кого-то, я уж не знаю, кто там у вас есть, должно быть 90% по продукции, а местный то, что производится. Готовы ли мы выращивать собственных специалистов, юристов, маркетологов, и готовы ли мы на уровне региона работать, вот не то, что не допускать, а обеспечивать своим местным производителям 90% полок магазинов? Знание правил ведения бизнеса в той или иной стране – это очень специфический товар. Ему надо учиться, воспитываться, принимать опыт, ну и в том числе для того, чтобы как-то ускорить этот процесс, чтобы это было не просто постепенное, то есть чтобы мы не наступали на собственные грабли наши предприниматели, не изучали это, а перенимали опыт, мы в том числе и приглашаем Джона, для того, чтобы он делился этим опытом и помогал нашим предпринимателям. Что касаемо поддержки местных производителей, безусловно, эта тема очень актуальна и необходима. Здесь, с одной стороны, я бы, может быть, ну скажем так, не то, что встал на защиту этих сетей, а в том числе и обратился бы и к местным, наверное, переработчикам и производителям, что для того, чтобы выходить на те же самые сети, нам необходимо не просто производить товар, выращивать его, но еще и суметь его упаковывать. Получается, картофель, капуста, свекла, выращенные на чувашской земле, приобретаются в том числе нижегородскими предпринимателями, упаковываются и возвращаются в наши торговые сети. Алексей Петрович, если говорить уже о внешних рынках, вот все-таки наши предприятия стараются их покорить? Насколько комфортно они чувствуют себя в ранге экспортеров? Конечно, стараются покорить. Ну, кроме таких вот крупных предприятий, которые уже работают, наверное, исторически на зарубежных рынках, это из химической промышленности. У нас на сегодняшний день очень активны, в том числе и малые предприятия. Вчера на выставке мы вручали звание лучшего экспортера 2012 года, и в том числе и в число этих экспортеров вошли. Завод спортивного и игрового оборудования. Кроме этого, было звание присвоено лучшего экспортера компании «Проэка», которая поставляет запасные части для ткацких станков. Господин Нейтинг, вы не в первый раз в республике видели и в том числе и общались с бизнесменами Чуваши, насколько они все-таки конкурентно способны и способны бороться за завоевание внешних рынков? Сегодня мы не можем фиксировать факт, что они уже конкурентно способны, потому что большинство из них просто не пробовало быть на глобальном рынке. Вообще, я не очень поддерживаю, например, идею того, что необходимо больше создать экспертов в юридических вопросах, в каких-то других аспектах деятельности, даже в консультационных моментах. Я считаю, что мы больше должны сосредоточиться на возможностях конкретных людей, конкретных личностей, которые оперируют с конкретными компаниями. Что мешает нашим попробовать? Бояться или нет шансов вообще? Я полагаю, что они слишком много слышат негативных оценок, то есть много слышат о трудностях и проблемах того, как работать на внешних рынках. Ну вот смотрите, мы уже вступили в ВТО, и, наверное, надо думать о том, что... Преступление совершено, и нужно жить в условиях совершения этого преступления. Согласен. Вот, Михаил Леонидович, ну вот сейчас вот шанс войти и прочно освоиться на зарубежных рынках, он есть, я так понимаю, если ниша уникальная. У России... Есть целая куча тонкостей. Западные рынки падают, и там для своей-то продукции нету ниш. По этой причине мы теоретически влезть сегодня на мировые рынки можем только, используя механизмы, которые к ВТО не относятся. Это такие как бы методы хитрости и, значит, всякого рода, ну не хочу сказать, жульничества, но, в общем, достаточно иногда жесткие. А в этом смысле пользы нам от ВТО точно не будет никакой. Сегодня надо работать, забыв про ВТО. Пользы от него не будет никакой. Вот сегодня правительство, наконец, объявило о том, что оно сделает некоторый шаг, который облегчит жизнь нашим производителям. Оно девальвирует рубль. Другое дело, что мы не знаем, насколько будет рубль девальвирован. Мы должны понимать, что это одноразовый эффект. Но он, тем не менее, даст нашим компаниям где-то год, на протяжении которого наша конкурентоспособность вырастет. И вот за счет этого надо прорываться. Через год уже этого не будет. Снова надо будет что-то делать. Но вот, к сожалению, рассматривать ВТО как какой-то институт какой-то помощи, это очень наивно. Алексей Петрович, вот вы согласны ли с мнением своих собеседников о том, что ловить в ВТО России, ну, в Чувашии нечего, и ничего уникального, и найти себя в ВТО мы не сможем? Если уйти от термина ВТО, то, по большому счету, наша, наверное, деятельность и деятельность любого предпринимателя заключается в выход на рынок и получении там прибыли. А ВТО не ВТО, какая разница? Да, то есть, поэтому, в общем-то, мы для себя-то ставим задачу поддержать, прежде всего, тех, кто стремится к этому, стремится к выйти. Да, изменились. При вступлении в ВТО создало определенные другие, может быть, условия. Они сформировались, эти условия. Надо жить и работать в этих условиях, соответственно, и адаптировать свой бизнес к этим условиям. Нужно понимать, что правила ВТО не являются железобетонной стеной. В них есть лазейки. И привлекать юристов и маркетологов нужно именно для того, чтобы находить эти лазейки. Самое простое – сельское хозяйство. Те виды помощи, которые получает сегодня наше сельское хозяйство, правила ВТО фиксируют и заставляют нас снижать объемы этой поддержки. Но правила ВТО не регламентируют объемы государственной поддержки семеноводства, племенного хозяйства и всей сельскохозяйственной инфраструктуры. Если вы, государство, извините, если государство начнет помогать сельскому хозяйству путем развития инфраструктуры на селе, то оказывать ему прямую поддержку может быть окажется избыточным. Представьте себе, село с нормальным обеспечением электричеством, газифицированное, с нормальными дорогами, с доступом на рынки сбыта крупных городов, а не как это у нас сейчас происходит, когда, чтобы вбить свой товар на московский рынок, даже танка недостаточно. Вот если эти проблемы инфраструктурного характера будут решены, то масштабы прямой государственной поддержки можно будет сокращать даже сильнее, чем они ограничиваются условиями ВТО. Объявите картофелеводство национальной чувашской традицией, и вы можете вливать в него любые деньги. В рамках поддержки национального колорита. Образа жизни. Да, вот как бы, нужно сказать, настоящий чуваш обязательно должен копать картошку. И все, и вы можете в это копание картошки вкладывать любые деньги, ВТО это не регулирует. И такого рода вещей очень много. И это все нужно делать. Очень важная тема. Это вот национальный колорит. Почему-то ВТО очень трепетно относится к этому обстоятельству, и по этой причине это можно использовать самым, ну, максимальным образом для поддержки. Вы так киваете? Я понимаю, правда, тогда поддержка сельского хозяйства придется, будет осуществляться через Министерство культуры. Во-первых, наверное, отметил, что действительно по тем мерам поддержки, которые разрешены, а именно создание инфраструктуры на селе, здесь мы в Чувашии даже можем гордиться определенными достижениями, если за 2003-2012 года в сельской местности улучшили свои жилищные условия более 4 тысяч сельских семей. А бизнес на селе? Бизнес на селе. Но при наличии, вот я здесь поддержу, инфраструктуры, безусловно, появится и бизнес. И в том числе, наверное, уже вот даже если мы взглянем на те крупные инвестиционные проекты, которые сейчас реализуются, мне очень отрадно констатировать, что большая их часть реализуется не в городе Чебоксары. Скажите, пожалуйста, говоря о поддержке, вот на Западе, насколько государство активно при поддержке бизнеса? И нужно ли так активно поддерживать своего бизнесмена? Чем меньше государство вмешивается в дела и в активность бизнеса, тем успешнее и быстрее бизнес развивается. Все, что делает государство и должно, собственно говоря, делать, оно должно создавать позитивный имидж, который могут использовать бизнесмены для продвижения своих продуктов в рынке. Все, что мы ожидаем, это то, что вы постучите в дверь, да, и мы откроем. И не мы будем стучаться в дверь к правительству, а то, что они постучатся к нам как к бизнесу и скажут, чем я могу быть полезен вам, как я могу вам помочь. На самом деле, Джон чуть раньше, поскольку мы не могли вмешаться отчасти в полемику коллег, он сказал такую вещь. Да, много раз звучат слова «проблема» о присоединении России в ВТО. На самом деле, это вызов. Это вызов к тому, что мы сами делаем каждый день. И у нас есть выбор, как действовать завтра. Я слышал все эти слова в 92-м году, когда нас сбрасывали в либерализацию цен. И в ВТО, и в рынок можно вступать по-разному. В 92-м году, когда нас засовывали в рынок самым варварским, разрушительным способом, нам говорили ровно те же самые слова о вызове, о конкуренции, о возможностях. А потом наступили 90-е годы, которые каждый из нас может посмотреть на любом кладбище наших городов, сколько людей там умерло и в каком возрасте они там умерли. А сейчас нас точно так же под аккомпанемент тех же самых разговоров 18-летней давности засунули в ВТО. И мы слышим те же самые слова, один в один. Если у вас есть продукт, настоящий продукт, он мирового класса, то он, вне зависимости от прочих условий, найдет себе рынок. Я вам могу привести простой пример. Я приглашаю вас посетить мой дом рядом с Оксфордом, и я вам гарантирую, что вы будете разбужены утром будильником российского производства. В частности, недалеко от моего дома располагается военный аэродром, на котором располагаются самолеты «Антонов». И они выбраны вооруженными силами, размещают именно российские решения, потому что это лучшее решение в мире для нужд транспортной авиации. До 1991 года СССР контролировал примерно 40% мировых рынков авиации. Политика 90-х годов привела к тому, что сегодня Россия не может продать свои самолеты, которые еще производятся, даже российским компаниям. Для того, чтобы окупить отрасль, которая занимается проектированием и созданием новых самолетов, каждый новый самолет должен быть продан в количестве нескольких сотен штук. Система ВТО делает невозможной продажи российских самолетов. Для того, чтобы компании были более успешными, им необходимо сотрудничать на мировой арене. Это действительно современная экономика 21 века. Она может не доставать каких-то ресурсов, навыков производства определенных компонентов, но мы можем сотрудничать на мировой арене и выигрывать, сообщаясь с другими странами. Сколько денег вложил Airbus, вложило правительство Франции, Германии, Великобритании в компанию Airbus, чтобы она просто возникла. Она 15 лет была принципиально убыточной. Нам сегодня объясняют, что убыточные компании должны умереть. Это ложь. Я привожу еще один пример. Когда создавался самолет Ил-96, то он изначально предполагался с двумя двигателями. А в Евросоюзе и в США сказали, трансатлантический самолет с соображением безопасности должно быть 4 двигателя. Ил-96 был сделан с четырьмя двигателями. После чего было объявлено, что он не экономичен. И в результате, соответственно, Ил-96 так и не пошел в массовую серию. Вступление стран Восточной Европы в Евросоюз, включая страны Прибалтики, сопровождалось категорическим политическим требованием закрытия всех предприятий, которые работали по поставкам в Россию. Это о сотрудничестве. Я слушаю наших друзей, наших коллег. И мне очень грустно, что мы не можем сейчас развернуть на самом деле конструктивную дискуссию, потому что звучат слова «проблема один», «проблема два», «проблема три». Для того, чтобы это было результативно для нас всех, нам нужно говорить «проблема один, решение один», «проблема два, решение два», «проблема три, решение три». И просто говорить об этом не имеет особой ценности для всех участников процесса. Я согласен с позицией министра экономики Чувашской Республики. Я также сосредоточена на том, что нужно помочь реальным личностям, и более того, помогать нужно не только менеджерам, которые возглавляют компании, но также и людям, которые работают с ними. Очень важно осознать простую вещь. Люди, которые живут здесь, обладают невероятным умом, талантом, интеллигентностью, креативностью, знаниями и много еще чем обладают среди своих внутренних ресурсов, которые они способны использовать для преодоления. Я много раз повторил это слово. Самое главное, что происходит в реальной бизнес-жизни каждый день. Конечно, перед нами, как перед бизнесом, каждый день встают какие-то сложности, но мы не считаем это проблемами, мы считаем это вызовами рынка и понимаем, что с этим вызовом нам нужно справиться. И мы ищем решения, и мы стараемся действовать в этих условиях как можно активнее, используя весь наш внутренний потенциал. И все, что нам необходимо сделать, действительно этим пользоваться и просто преодолевать. Используя ваш талант, ваш потенциал развития, как людей, поскольку вы обладаете невероятными знаниями, невероятной силой, энергетикой преодолевать это, всего лишь просто делать эту работу. И абсолютно я вижу здесь, приезжая уже во второй раз в Чувашию, приезжая многократно в Россию, что люди, которые живут здесь, способны преодолевать любые вызовы рынка, исторических событий. Они находят решение, потому что они сосредотачиваются на том, чтобы выиграть, и они выиграют. Я разрешу себе прервать этот спор. Я чувствую, он может продолжаться бесконечно. Я думаю, зрители оценили качество диалога. — Скажите, конкретно преступление совершено, и нам нужно жить теперь в рамках этого преступления. Давайте конкретно, практические рецепты, что сейчас нужно делать регионам, стране в целом. Торговаться за новые условия, выходить из ВТО, я думаю, это уже на грани фантастики. — Нет, во-первых, ВТО — это не могила, ВТО — это не смерть, и поэтому из нее можно выйти. — Это вызовет скандалы. — Это вызовет скандалы. — Это дорого? — Совершенно нет. Но, как любой разорванный договор, это, безусловно, скандал. Конкурентные преимущества Чуваши. Вот мы все знаем, какие недостатки, но это абсолютное трудолюбие. Это исключительно интеллигентность людей. Может быть, вы этого не замечаете, глядя друг на друга, но вы очень сильно выделяетесь из других регионов, а я объездил более половины российских регионов, так сказать, в плотном режиме. И, наконец, у вас пока еще, как говорят эксперты, это будет устранено в ходе либеральной реформы образования, но у вас пока еще очень хорошее школьное образование. После уничтожения советского УПК осталось огромное количество сверхпроизводительных технологий, которые развиваются кустарным способом, буквально на коленке, энтузиастами и исследователями. Их можно найти. Их можно коммерциализировать. Их можно вывести на рынок. И это позволит Чувашии развиваться и в определенной степени лишит даже проблему рабочих мест. Вы можете продавать образовательные услуги для всей страны. Это абсолютно рациональная вещь. Дело в том, что большинство российских вузов уже давно превратились в рынки по продаже дипломов. Но образования нет. Создание институтов, которые будут заниматься подготовкой, я, кстати, об этом говорил год тому назад, юристов, маркетологов по линии ВТО. Ну и, наконец, последнее, может быть, самое главное. Эта ниша вообще никем не заполнена в мире. Никто не занимается рассмотрением вопроса о том, как может выглядеть экономика региональная или мировая через 10 лет. Это взгляд в будущее. Вот попытаться сделать группы, которые будут заниматься взглядом в будущее, может быть, сегодня это будет 1,1% экономики республики. Но через 5 лет это может стать потрясающе сильным прорывом. Еще раз повторю, сегодня все смотрят назад. Менеджерские навыки и компетенции знаний в 21 веке отличаются от того, что было постребовано в 20 веке. Люди, которые делают простую работу, в том числе, например, руками, это непростые люди. Менеджерам 21 века также важно и необходимо осознать, что использовать новые инструменты, общение с людьми, их восприятие, их нужд, а также использовать лидерство нужно очень разнообразными методами. Алексей Петрович, вот Вы услышали какие-то рекомендации. Вы с ними согласны? Что будем делать дальше? Я, безусловно, с ними согласен. На сегодняшний день основой развития является, во-первых, действительно технология, образование технологии. И не случайно, наверное, основными круглыми столами этого форума стали технологические платформы, где как раз есть возможность профессионально, в узком плане, с участием как производственников, так и научной среды, обсудить проблемы той или иной отрасли. И одной из тех платформ как раз и является платформа по легкой промышленности. Для того, чтобы данная, любая технология, скажем так, имела возможность коммерциализироваться, превратиться в реальный продукт, готовый продукт, то для этого нужны два фактора. Это, безусловно, производственные площадки, которые готовы здесь предоставить уже государству. И второе, что также должно сделать государство, это создать благоприятный, назовем его инвестиционный климат. Создадим? Конечно, создадим. И он уже, я надеюсь, создается, и уверен, что он создается. Ну, а в качестве, может быть, ну, скажем так, подтверждения вот этих вот рекомендаций, что Чувашская республика, она готова не на пустом месте реализовывать рекомендации наших уважаемых экспертов, я бы обратил внимание на то, что на сегодняшний день у нас действительно очень хорошая школа по подготовке, во-первых, рабочих специальностей, то есть здесь мы лидеры. И обратил бы, наверное, внимание на то, что есть группа молодых людей из города Новочебоксарска, которая коммерциализирует, можно сказать, разработки преподавателей педагогического университета в части того, что преподаватели готовят методики развития малышей, а они превращают эти методики в замечательные игры для iPad. Я надеюсь, что чувашские студенты, предприниматели и бизнесмены будут выходить не только на рынки App Store, скажем так, но и на другие внешние рынки, завоевывать мировые рынки. Я на этом с вами прощаюсь. Спасибо большое нашим экспертам и до встречи в эфире. Всего доброго. До свидания. Здравствуйте. Одни считают это возможностью поконкурировать и стать сильнее, другие называют крахом российской промышленности. Так или иначе, пути назад нет. Россия член ВТО. Как в этой ситуации работать регионом? Сегодня обсуждаем с экспертами 6-го Чебоксарского экономического форума. Я представлю наших собеседников. Итак, это министр экономического развития промышленности и торговли Чуваши Алексей Табаков, экономист-эксперт, президент компании экспертного консультирования «Ниакон» Михаил Хазин, аналитик Михаил Делягин, генеральный директор Института проблем глобализации и генеральный директор Европейской бизнес-ассамблеи профессор Оксфордского университета Лорд Джон Неттинг. Здравствуйте. Ну что ж, за первые 4 месяца этого года экспорт в России снизился, импорт увеличился. Вот какие цифры у нас есть, да? Например, экспорт по сельхозсырью упал на 19%, по топливно-энергетическим товарам на 4%. Вместе с тем, импорт, ну, например, мясо птицы возрос на 10%, сухого молока на 21%. И по некоторым данным, потери от роста импорта, вот с января по апрель, это около 161 миллиарда рублей. Скажите, пожалуйста, можно ли это списать на влияние ВТО или это какие-то другие факторы? Вы знаете, отношение нашего правительства к ВТО после вступления, мне напоминает книжки про Гарри Поттера. Вот ВТО это то, что нельзя называть. Вот как активно говорили про ВТО до вступления, так, соответственно, как только мы вступили, правительство сделало вид, что этого вообще не существует. Оно категорически отказывается это дело обсуждать по банальной причине, потому что обещало оно одно, а получилось нечто прямо противоположное. Автоматически всем было ясно, что вступление в ВТО увеличит импорт и, возможно, уменьшит экспорт, хотя как бы декларировалось прямо противоположное. Уменьшит экспорт по причине падения рентабельности и конкурентоспособности российской промышленности. Но есть еще одно обстоятельство, на которое все это наложилось. Это именно то обстоятельство, которое и заставило Запад не просто впустить нас в ВТО после 18 лет в проволочек, а втащить туда просто на веревке. Это выпадение мирового совокупного спроса. Идет мировой кризис, падает спрос и западным компаниям нужны новые рынки. Они решили, что мы им подходим. До этого мы им были неинтересны, мы были слишком маленькие. Ситуация будет только усугубляться или это уже какое-то дно и, значит, будет следующий этап обязательно роста? Вы знаете, если топливник ложится на дно, то это не значит, что будет этап роста первого. И даже если он всплывет, то не всегда это кого-то радует. А как же экономические циклы? Экономические циклы – это процесс естественного развития. Когда вы делаете глупость, например, суете голову в трансформаторную будку, то экономический цикл с этим никак не связан. Правда, то статистика, которую вы привели, экспорт вряд ли можно списать на ВТО снижение, потому что снижение экспорта сельхозпродукции вызвано в первую очередь засухой все-таки. А снижение экспорта тополеэнергетической продукции в первую очередь вызвано тем, что «Газпром» вычищают из Европы. Но все остальное, смотрите, можно сравнивать с январем-маем прошлого года. Тогда у нас первые пять месяцев промышленный рост 3,4%, сейчас символически 0,2% и в мае спад 1,4%. Мы вступили в ВТО, мы засунули голову в трансформаторную подстанцию? Нет, правительство, вступив в ВТО без должной подготовки, подменив модернизацию разговорами о модернизации, правительство, которое подменило подготовку бизнеса и обучение простой рекламой, засунуло нашу с вами голову в трансформаторную подстанцию. Алексей Петрович, обстановку в Чувашии в том числе радужной не назовешь. За первые три месяца, по крайней мере, у нас зафиксирован спад в промышленном производстве. И эксперты говорят, что это влияние внешних факторов. ВТО, опять-таки, та же самая трансформаторная подстанция? Спад в экономике Чувашии, главным образом, связан, наверное, с одним видом продукции, это производство полувагонов. Если, ну, скажем так, исключить из индекса данный тип продукции, производимый в Канаше, то в этом случае, в общем-то, на сегодняшний день у нас порядка 103% рост по всем остальным отраслям экономики. Экспорт у нас по итогам пяти месяцев, да, безусловно, он небольшой вообще в Чувашской республике, но он вырос на 3%, импорт тоже вырос. Поэтому внешнеторговый оборот, в общем-то, Чувашской республики растет. А что о вступлении России в ВТО говорят на Западе? То есть, как вот американские, английские бизнесмены отзываются о российском рынке? Конечно, вы испытываете шок от присоединения к ВТО, но на самом деле, чем дольше бы вы откладывали попытку этого вступления, тем хуже становилась бы ситуация для вас. Невозможно жить вне этого контекста в современном мире. Лично я очень рад тому, что Россия присоединилась к ВТО, потому что русские, россияне, это нация с невероятным возможностями, с невероятным умом, и они могут привнести в мировое сообщество такие вещи, которые позволят поднять уровень жизни, собственно говоря, везде в мире. А пока нет ли ощущения, что Россия в ВТО только как страна для сырья, скажем так, не ждут от нас каких-то высокотехнологичных производств? Я вообще не могу принять подобную точку зрения, потому что давайте просто посмотрим на реальные факты. Возьмите группу представителей искусства, возьмите науку, возьмите людей, представляющих инновационные технологии, или какие-то альтернативные другие группы в обществе, которые живут везде, вы в его голове обязательно увидите русские имена. Это так исторически сложилось, что у вас очень талантливая нация, и просто невозможно даже обсуждать этот вопрос. Конечно, люди ожидают большего. ВТО это не только тарифы, но это и правила ведения торговых споров, и это самое главное. У нас практически нет должного количества юристов, по исключению отдельных специализированных фирм, в основном в Москве и в Санкт-Петербурге. И нет количества маркетологов, которые способны вести споры на уровне ВТО. Это означает, что любая претензия против России будет удовлетворяться почти автоматически. Претензии бывают иногда безумные. Поэтому задача, скажем, Чуваши, это быстро готовить кадры, хотя бы для защиты своих производителей, чтобы вас не съели. Любой губернатор, глава администрации, любой области, любой республики в нашей стране должен использовать любые методы для того, чтобы заставить сети, в том числе и федеральные, подписать договор о том, что продукция, хотя бы сельхозпродукция, должна быть местного производства. Любой ценой. Грубо говоря, через 3-5 лет они должны поставить график, и чтобы, скажем, в Чувашии на полках всяких метро Ашанов или еще кого-то, я уж не знаю, кто там у вас есть, должно быть 90% по продукции, а местный то, что производится. Готовы ли мы выращивать собственных специалистов, юристов, маркетологов, и готовы ли мы на уровне региона работать, не то что не допускать, а обеспечивать своим местным производителям 90% полок магазинов? Знание правил ведения бизнеса в той или иной стране – это очень специфический товар. Ему надо учиться, воспитываться, принимать опыт, ну и в том числе для того, чтобы как-то ускорить этот процесс, чтобы это было не просто постепенное, то есть чтобы мы не наступали на собственные грабли наши предприниматели, не изучали это, а перенимали опыт, мы в том числе и приглашаем Джона для того, чтобы он делился этим опытом и помогал нашим предпринимателям. Что касаемо поддержки местных производителей, безусловно, эта тема очень актуальна и необходима. Здесь, с одной стороны, я бы, может быть, ну скажем так, не то что встал на защиту этих сетей, а в том числе и обратился бы и к местным, наверное, переработчикам и производителям, что для того, чтобы выходить на те же самые сети, нам необходимо не просто производить товар, выращивать его, но еще и суметь его упаковывать. Получается, картофель, капуста, свекла, выращенные на чувашской земле, приобретаются в том числе нижегородскими предпринимателями, упаковываются и возвращаются в наши торговые сети. Алексей Петрович, если говорить уже о внешних рынках, вот все-таки наши предприятия стараются их покорить? Насколько комфортно они чувствуют себя в ранге экспортеров? Конечно, стараются покорить. Ну, кроме таких вот крупных предприятий, которые уже работают, наверное, исторически на зарубежных рынках, это из химической промышленности. У нас на сегодняшний день очень активны, в том числе и малые предприятия. Вчера на выставке мы вручали звание лучшего экспортера 2012 года, и в том числе и в число этих экспортеров вошли. Завод спортивного и игрового оборудования. Кроме этого, было звание присвоено лучшего экспортера компании «Проэка», которая поставляет запасные части для ткацких станков. Господин Нейтинг, вы не в первый раз в республике видели и в том числе и общались с бизнесменами Чувашии, насколько они все-таки конкурентоспособны и способны бороться за завоевание внешних рынков? Сегодня мы не можем фиксировать факт, что они уже конкурентоспособны, потому что большинство из них просто не пробовало быть на глобальном рынке. Вообще, я не очень поддерживаю, например, идею того, что необходимо больше создать экспертов в юридических вопросах, в других аспектах деятельности, даже в консультационных моментах. Я считаю, что мы больше должны сосредоточиться на возможностях конкретных людей, конкретных личностей, которые оперируют с конкретными компаниями. Что мешает нашим попробовать? Бояться или нет шансов вообще? Я полагаю, что они слишком много слышат негативных оценок, то есть много слышат о трудностях и проблемах того, как работать на внешних рынках. Ну вот смотрите, мы уже вступили в ВТО, и, наверное, надо думать о том, что... Преступление совершено, и нужно жить в условиях совершения этого преступления. Согласен. Вот, Михаил Леонидович, ну вот сейчас вот шанс войти и прочно освоиться на зарубежных рынках, он есть, я так понимаю, если ниша уникальная. У России... Есть целая куча тонкостей. Западные рынки падают, и там для своей-то продукции нету ниш. По этой причине мы теоретически влезть сегодня на мировые рынки можем только, используя механизмы, которые к ВТО не относятся. Это такие как бы методы хитрости и, значит, всякого рода, ну не хочу сказать, жульничества, но, в общем, достаточно иногда жесткие. А в этом смысле пользы нам от ВТО точно не будет никакой. Сегодня надо работать, забыв про ВТО. Пользы от него не будет никакой. Вот сегодня правительство, наконец, объявило о том, что оно сделает некоторый шаг, который облегчит жизнь нашим производителям. Оно девальвирует рубль. Другое дело, что мы не знаем, насколько будет рубль девальвирован. Мы должны понимать, что это одноразовый эффект. Но он, тем не менее, даст нашим компаниям где-то год, на протяжении которого наша конкурентоспособность вырастет. И вот за счет этого надо прорываться. Через год уже этого не будет. Снова надо будет что-то делать. Но вот, к сожалению, рассматривать ВТО как какой-то институт, какой-то помощи, это очень наивно. Алексей Петрович, вот вы согласны ли с мнением своих собеседников о том, что уловить в ВТО России, ну, в Чувашии нечего, и ничего уникального, и найти себя в ВТО мы не сможем? Если уйти от термина ВТО, то, по большому счету, наша, наверное, деятельность и деятельность любого предпринимателя заключается в выход на рынок и получении там прибыли. А ВТО не ВТО, какая разница? Да, то есть, поэтому, в общем-то, мы для себя-то ставим задачу поддержать, прежде всего, тех, кто стремится к этому, стремится к выйти. Да, изменились. При вступлении в ВТО создало определенные другие, может быть, условия. Они сформировались, эти условия. Надо жить и работать в этих условиях, соответственно, и адаптировать свой бизнес к этим условиям. Нужно понимать, что правила ВТО не являются железобетонной стеной. В них есть лазейки. И привлекать юристов и маркетологов нужно именно для того, чтобы находить эти лазейки. Самое простое – сельское хозяйство. Те виды помощи, которые получает сегодня наше сельское хозяйство, правила ВТО фиксируют и заставляют нас снижать объемы этой поддержки. Но правила ВТО не регламентируют объемы государственной поддержки семеноводства, племенного хозяйства и всей сельскохозяйственной инфраструктуры. Если вы, государство, извините, если государство начнет помогать сельскому хозяйству путем развития инфраструктуры на селе, то оказывать ему прямую поддержку может быть окажется избыточным. Представьте себе, село с нормальным обеспечением электричества, газифицированное, с нормальными дорогами, с доступом на рынки сбыта крупных городов, а не как это у нас сейчас происходит, когда, чтобы вбить свой товар на московский рынок, даже танка недостаточно. Вот если эти проблемы инфраструктурного характера будут решены, то масштабы прямой государственной поддержки можно будет сокращать даже сильнее, чем они ограничиваются условиями ВТО. Объявите картофелеводство национальной чувашской традицией, и вы можете вливать в него любые деньги. В рамках поддержки национального колорита. Образы жизни. Да, вот как бы вот, нужно сказать, настоящий чуваш обязательно должен копать картошку. И все, и вы можете в это копание картошки вкладывать любые деньги, ВТО это не регулирует. И такого рода вещей очень много, и это все нужно делать. Очень важная тема, это вот национальный колорит. Почему-то ВТО очень трепетно относится к этому обстоятельству, и по этой причине это можно использовать самым, ну, максимальным образом для поддержки. Вы так киваете? Правда, тогда поддержка сельского хозяйства придется, будет осуществляться через Министерство культуры. Во-первых, наверное, отметил, что действительно по тем мерам поддержки, которые разрешены, а именно создание инфраструктуры на селе, здесь мы в Чувашии даже можем гордиться определенными достижениями, если за 2003-2012 года в сельской местности улучшили свои жилищные условия более 4 тысяч сельских семей. А бизнес на селе? Бизнес на селе, но при наличии, вот я здесь поддержу, инфраструктуры, безусловно, появится и бизнес. И в том числе, наверное, уже вот даже если мы взглянем на те крупные инвестиционные проекты, которые сейчас реализуются, мне очень отрадно констатировать, что большая их часть реализуется не в городе Чебоксары. Скажите, пожалуйста, говоря о поддержке на Западе, насколько государство активно при поддержке бизнеса? И нужно ли так активно поддерживать своего бизнесмена? Чем меньше государство вмешивается в дела и в активность бизнеса, тем успешнее и быстрее бизнес развивается. Все, что делает государство, и должно, собственно говоря, делать, оно должно создавать позитивный имидж, который могут использовать бизнесмены для продвижения своих продуктов в рынке. Все, что мы ожидаем, это то, что вы постучите в дверь, и мы откроем. И не мы будем стучаться в дверь к правительству, а то, что они постучатся к нам как к бизнесу и скажут, чем я могу быть полезен вам, как я могу вам помочь. На самом деле, Джон чуть раньше, поскольку мы не могли вмешаться отчасти в полемику коллег, он сказал такую вещь. Да, много раз звучат слова «проблема» о присоединении России в ВТО. На самом деле, это вызов. Это вызов к тому, что мы сами делаем каждый день. И у нас есть выбор, как действовать завтра. Я слышал все эти слова в 92-м году, когда нас сбрасывали в либерализацию цен. И в ВТО, и в рынок можно вступать по-разному. В 92-м году, когда нас засовывали в рынок самым варовским, разрушительным способом, нам говорили ровно те же самые слова о вызове, о конкуренции, о возможностях. А потом наступили 90-е годы, которые каждый из нас может посмотреть на любом кладбище наших городов, сколько людей там умерло и в каком возрасте они там умерли. А сейчас нас точно так же под аккомпанемент тех же самых разговоров 18-летней давности засунули в ВТО. И мы слышим те же самые слова, один в один. Если у вас есть продукт, настоящий продукт, он мирового класса, то он, вне зависимости от прочих условий, найдет себе рынок. Я вам могу привести простой пример. Я приглашаю вас посетить мой дом рядом с Оксфордом. И я вам гарантирую, что вы будете разбужены утром будильником российского производства. В частности, недалеко от моего дома располагается военный аэродром, на котором располагаются самолеты Антонов. И они выбраны вооруженными силами, размещают именно российские решения, потому что это лучшее решение в мире для нужд транспортной авиации. До 1991 года СССР контролировал примерно 40% мировых рынков авиации. Политика 90-х годов привела к тому, что сегодня Россия не может продать свои самолеты, которые еще производятся, даже российским компаниям. Для того, чтобы окупить отрасль, которая занимается проектированием и созданием новых самолетов, каждый новый самолет должен быть продан в количестве нескольких сот штук. Система ВТО делает невозможной продажи российских самолетов. Для того, чтобы компании были более успешными, им необходимо сотрудничать на мировой арене. Это действительно современная экономика 21 века. Нам может не доставать каких-то ресурсов, навыков производства определенных компонентов, но мы можем сотрудничать на мировой арене и выигрывать, сообщаясь с другими странами. Сколько денег вложил Airbus, вложило правительство Франции, Германии, Великобритании в компанию Airbus, чтобы она просто возникла. Она 15 лет была принципиально убыточной. Нам сегодня объясняют, что убыточные компании должны умереть. Это ложь. Я привожу еще один пример. Когда создавался самолет Ил-96, то он изначально предполагался с двумя двигателями. А в Евросоюзе и в США сказали, что трансатлантический самолет с соображением безопасности должно быть четыре двигателя. Ил-96 был сделан с четырьмя двигателями. После чего было объявлено, что он не экономичен. И в результате, соответственно, Ил-96 так и не пошел в массовую серию. Вступление стран Восточной Европы в Евросоюз, включая страны Прибалтики, сопровождалось категорическим политическим требованием закрытия всех предприятий, которые работали по поставкам в Россию. Это о сотрудничестве. Я слушаю наших друзей, наших коллег, и мне очень грустно, что мы не можем сейчас развернуть на самом деле конструктивную дискуссию, потому что звучат слова «проблема один», «проблема два», «проблема три». Для того, чтобы это было результативно. Продолжение следует...